коллеги добрый день так как компания еврохим занимается производством минеральных удобрений собственно сейчас мое выступление будет основываться именно на минеральном питании расскажу вам о тех опытах которые у меня проводились в этом году в липецко-белгородской и баронежской областях на какие вообще элементы питания делать упор до при составлении схем питания для того чтобы достичь нужного показателя по урожайности и качеству нашей сои если вообще говорить за удобрения и наверное даже правильнее сказать про азот на удобрения до применять их на свою или не применять это вопрос весьма противоречивый потому что кто-то считает что соя в принципе сама себе вполне может обеспечить азотом кто-то говорит что все-таки нужно давать азот и при посеве и дополнительно сейчас мы с вами как раз рассмотрим эти моменты и сделаем скажем может даже выводы если инокуляцию семян до посева не производить вернет начнем с того что производить да если ее производить то рекомендуется вносить азот на удобрение снижать дозу азотных удобрений до 15 25 килограмм азота в действующем веществе вообще любых азотных удобрений если не производить и почему да надо надо тоже ответить на этот вопрос потому что соя начинает потреблять азот за счет даже клубниковой бактерии начиная с фазы 3 4 тросятого листа даже если у нас клубники начинают образовываться на первый тросят лист это не означает что он начинает азот уже поглощать он начинает у нас поглощаться с 3 4 тросятого листа и для этого ей нужно дать поддерживающие дозы азота для того чтобы она могла чем-то питаться если инокуляция до посева не производить то внесение азотных удобрений под запланированный урожай в полном объеме производится этого можно сказать практически никто не делает но это касательно сои потому что соя потребляет колоссальное количество азота почти 100 килограмм азота на формирование до тонны урожая хотим 3 тонны 270 килограмм азота но это нужно еще постараться внести но тем не менее какие-то дозы повыше чем 15 25 килограмм все равно носить нужно и если говорить за инокуляцию да за обработку азот фиксирующим бактериями тоже есть свои нюансы почему потому что мы как компания производящая минеральное удобрение азотное удобрение тоже в том числе все-таки говорим за то что тема азота почве да вообще в природе и в питании культур она весьма обширная и если говорить за микроорганизмы до которым нужно нормальный уровень кислотности да то есть паш от 5 5 до 7 это наличие влаги в корне битаемом слое это наличие постоянно положительных температур с момента посева до цветения тогда в этом случае инокулянты могут позволить сои обеспечить себя азотом до 60 процентов от потребности если же один из пунктов какой-то выпадает то процесс затрудняется либо останавливается что редко происходит либо просто замедляется есть такой момент почему да у нас есть диапазон кислотности то есть от 6 до 7 это нейтральное значение нейтральный ph почему он так определен потому что у нас при кислотности менее 6 ph менее 6 у нас основные макро и месть элементы прекращает усваиваться да подходит либо мне доступны формы либо просто не устраиваются но в менее 6 менее 5 1 нас усваивается преимуществом микроэлементы но понятное дело без физико без макроэлементов тяжело и такая же картина только в обратную сторону при ph выше 7 то есть у нас в этом случае усваиваются макро и мезоэлементы но не усваивается как так нужной растениям микроэлемента до которого нас отвечает из-за фотосинтезе за метаболизм так далее за все жизненно важные процессы на примере фосфора да то есть что у нас происходит при паж менее 5 менее 6 менее пяти с половиной у нас фосфор переходит в недоступные фосфат соединение фосфата в алюминии железа в щелочной среде выше 7 у нас образуется нерастворимые фосфаты кальция это вот что касается допустиму для примера на фосфоре вообще по выносу да по употреблению мы должны понимать что вынос и потребление это две абсолютно разные величины то что культура потребляет это не всегда равно ее выносу выносит она гораздо меньше ей для того чтобы сформировать должный урожай требуется соя азота почти 90 до 87 фосфора 20-25 калия 30 35-40 серы порядка 10 килограмм до и кальция 20-25 30 килограмм также требуется если говорить за экспресс какой-нибудь агрохимический анализ то в принципе достаточно знать вот эти показатели да то есть от фосфора дом до кальция азот по большой степени по большой степени он не учитывается потому что с весны мы его иногда можем просто напросто не находить вот основными это элементы фосфор калий сера и ph можно еще в принципе знать или же или желательно даже знать еще содержание гумуса да потому что мы можем по гумусу определить количество минерализованного азота того самого фосфора или калия вот исходя из вот этих вот параметров и делать принципе расчет если говорить за азотные удобрения которые не только для сои ну если мы говорим сегодня с вами про стоит для сои выбор да на чем основывается выбор если кислотность позволяет как я уже сказал то можно в принципе ну позволяет каком плане если диапазон от 6 до 7 то можно работать всеми азотными удобрениями всей азотной группы в принципе если кислотность менее пяти с половиной то физиологически кислоудобрения уже применять не рекомендуется потому что к кислой среде добавляются физиологические кислоудобрения происходят происходит повторное локальное подкисление уровень кислотности повышается это также негативно сказывается на развитие и клубниковых бактерий и на развитие растения в целом если опять же повторюсь кислотность позволяет можно работать всеми удобрениями даже вплоть до сульфата аммония а мы знаем то что сульфат аммония это самое физиологически кислоудобрение которое больше всех не оказывает негативный эффект на микробиологическую составляющую почвы что касается микроэлементов все производители и удобрений микроудобрений и средств средств защиты растений у всех на слуху два элемента это бор и молибден до молибдена требуется на формирование одной тонны 10 грамм бора 25 но обратите внимание сколько требуется марганца и железо железо почти пол килограмма то есть наряду с тем что мы можем в почве определить а можем принципе и не определять содержание бора и молибдена их обязательно нужно вносить можно еще понимать что нужно определить какой уровень у нас по железу если железа не хватает с этим опять же должен что-то делать но как показывает практика у нас наибольшее количество железа все-таки в кислых почвах здесь уже такой нюанс по потреблению да если говорить за уровень поглощения либо степень поглощения элементов питания у культуры по фазам развития то можно разделить на три периода то есть первый период да это до образования 1 2 троечных листьев и здесь у нас потребление идет минимально то есть 5-7 10 до 10 процентов основных элементов питания азота фосфора и калия второй периода здесь у нас преимущественно нужен калий азот и сера за фосфор могу сказать только что он помимо того что он требуется в самом начале для для того чтобы дать импульс на развитие корневой системы он потребляется в течение всего периода вегетации равномерно но здесь он нужен более всего если говорить для завязана завершающих этапах то там нужны сразу все элементы питания и макро и мезо и микроэлементы потому что в этом случае при наличии при достаточном наличии всех элементов питания у нас и все процессы жизненно важные работают нормально и происходит равномерный отток из побочной в основную продукцию пластичных веществ и так 2023 год на тех площадках на которых я исследовал одну и ту же схему питания я вам сейчас я покажу мне просто было интересно посмотреть как на разных агрофонах как в разных климатических условиях может себя повести свое до сорта разные но тем не менее направление сортов скажем так одно и то же все они были пределах ранее спелых и что у нас получилось в этой схеме на этом опыте это с опыт белгородской области обратите внимание есть контроль без удобрений есть вариант сульфомофосом здесь был инокулянт везде был инокулянт но здесь добавлялся сульфомофос здесь добавлялась и меньшин селитр 150 килограмм это по технологии хозяйства мой вариант это вот как раз ульфомофос обратите внимание видно или нет может немножко засвечивает как выглядит вариант с беду без удобрений и вариант с удобрениями то есть там где есть удобрения проявляется эффект конкуренции между растением и удобрением за влагу да вот как раз это то чем я говорю то есть вариант без удобрения он выглядит но более презентабельно там не было селитра который моментально тянет влагу на свое растворение она забрала почти всю влагу вариант сульфомофосом сульфомофосом немножко медленнее растворяется поэтому и не так активно тянет влагу для своего растворения даже не смотря на то что его было на 50 килограмм больше чем а меньше селиты пассива производился 11 мая это фото было сделано 30 30 мая через 20 дней 7 июня картина не поменялась динамики да то есть вариант без удобрения у нас выглядит также более презентабельно вариант на сульфомофосе более-менее начинает вытягивается вариант селитрой также плохо себя чувствует ну и здесь это тоже тот же самый день здесь на фотографиях именно показано то что обратите внимание фаза уже начала второго троечного листа клубниковые бактерии на вариантах без удобрений и на варианте сульфомофосом присутствует на варианте селитрой за счет ее физиологически кислого действия клубники не образуются хотя фаза уже как бы позволяет 20 июня через две недели после прошлого визита корневая система на варианте без удобрений данный видим то что картина на заражение произошло хорошо все нормально клубинки развиваются а на варианте суть с амоболосом также заражение произошло все отлично все развивается вторичник ради нашей системы здесь уже даже более интереснее чем на варианте без удобрений и вариант с romance селитрой там клубники только-только начали образовываться ватт на обратите внимание один виден но все равно карнем система у нас находится состоянии в первичной да то есть если здесь ваш вторичная да то тут как бы ситуация похуже это то же самое только поближе на этом останавливаться не буду внесли касс к вопрос о том для чего да это все нужно было делать для чего нужно было вносить дополнительный азот еще и в таком количестве до 64 килограмма здесь именно вопросу о том достаточно ли было бы того азота который соя смогла на аккумулировать за счет клубниковой бактерии и нужно нужно было ли вообще давать дополнительный азот как в подстраховку потому что там могли пройти дожди как раз на период на тот период там и дожди выпадали и заливала и там курка образовывалась но были такие моменты и для подстраховки мы хотели посмотреть вы выиграет или нет это фото было сделано в день внесения касса да то есть мы смотрим то что вариант без удобрений принципе ну тоже неплохо себя чувствует вариант с ульфомофосом уже опережает в развитии да потому что мы дали дополнительно фосфор дополнительно серу и вариант на аммиачной селитры он даже немножко отстает от варианта с контролем да это на момент 8 июля и вот какие результаты мы получили вот схема до перед вами то есть пять вариантов инокулянт потом на каждой на каждом варианте у бар IFW добавлялись удобрения селитра с ульфомофос с ульфомофос с ульфомофос с касом с искупал с ульфомофос с касом из комплексом было рождения домowers лас лето представлена то есть мы получили на это опыт производственный то есть условиях хозяйства дел la в размере варианта были по 2 гектара то есть можно было и выбрать и посмотреть вот как урожай с получили да то есть без удобрения 25 и 8 год в принципе был неплохой и среди урожайность белгородской области закрыла в этом году 26 половиной центов с гектара на то есть даже немножко ниже чем средняя урожайность и вот какая скажем так динамика от применения здесь и дополнительно касс сыграл свою роль до плюс 1 2 центов с гектара ну и дополнительный комплекс водорастворимых позволил повысить урожайность еще на полтора центра с гектара протеин обратите внимание мы знаем с вами дату что есть зависимость между количеством и качеством sticker урожая чем выше урожайность тем может снижаться качество здесь этого не произошло везде тридцать восьмой протеин мы соответственно дополнительная прибыль из расчета того чтобы были вычтены все затраты на удобрения на дополнительные проходы здесь также прошу заметить водорастворимый удобрения давались совместно с пестицидными обработками то есть дополнительные проходы здесь не учитывались Здесь до прохода учитывался только на внесение КАС. Это Белгородская область. Воронежская область. А, еще забыл отметить, да, то, что это сорт СК ДОКа, СУВИК комплекс. Я думаю, все знаете эту организацию. Воронежская область, сорт Гавернор. Да, здесь вместо варианта с аммиачной селитрой есть вариант без удобрений и энакулянта вообще. Это уже мелкоделяночные опыты. Здесь как бы урожайность, она тоже так себе прыгает. То есть на варианте без удобрений, ну, на слайде все представлено. То есть у нас самый невыгрышный вариант по урожайности и по качеству получился вариант без применения вообще чего. Либо вариант с применением одного энакулянта, да, сразу. И на 6 центов подскочила урожайность, и, соответственно, на 7% подскочил белок, да, тоже о чем-то говорит. Ну и, соответственно, далее, далее, далее. Здесь также стоит отметить, что КАС здесь не сработал. То есть мы здесь получили минус 40 килограмм. Но зато комплекс водорастворимых удобрений позволил повысить урожайность аж на 9,5 центов гитара почти на тонну. Ну, экономика немножко, скажем так, не оправдала наши ожидания, да, потому что все-таки здесь увеличение урожайности повлекло за собой снижение качества. Ну и, соответственно, по тем ценам, которые у нас давало Содружество в октябре этого года, мы проводили расчеты экономики. И, соответственно, у нас дополнительная прибыль самая высокая была на варианте с применением одного сульфамофоса и инокулянта. Сорт-композитор, тоже компания Лидея, та же самая площадка, та же самая схема. Ситуация здесь повернулась, если говорить за экономику, то точно так же. Но здесь можно обратить внимание, что здесь касс все-таки сработал, да. Ну, на 60 килограмм мы все-таки немножко урожайность повысили. Но, опять же, это мелкоделяночные опыты. Можно что-то учитывать, можно на чем-то делать погрешность, но, тем не менее, данные такие есть. И максимальный вариант, плюс 8,8 центнеров с гектара, тоже о чем-то говорит. Максимальный уровень протеина у нас оказался также на варианте с применением одного инокулянта и сульфамофоса при посеве. Мы дали фосфор, мы дали серу, да. Это серо-азот, это два основополагающих элемента, которые у нас отвечают за качество любой культуры. Ну, можно даже сказать, в первую очередь масличной. Ну, соответственно, вот такая экономика у нас получилась. Липецкая область. Схема опять та же самая. Тоже самый вариант без удобрения инокулянта. И далее по схеме. Здесь уже канадская селекция, Сиберия. Урожайность повыше. Скажу, это демоплощадка, демополигон, он закормленный. То есть, там уровень и плодородия, и, в принципе, насыщенности по элементам питания достаточно высокий. Проводились агрохимические анализы. Я сюда эти слайды не вставлял. Если кому-то будет нужно, потом могу поделиться. Итак, к результатам, да. Без удобрения инокулянтов 40. Далее, далее по нарастающей. Здесь также касс немножко провалился. Но обратите внимание, там, где мы добавляли касс, у нас качество на одну единицу повысилось. Если брать стоимость за 37-38 протеин, разница в 3000 рублей за тонну, соответственно... Что? Что 15 тысяч? А, между третьим, ну да. Ну, как бы здесь и удобрений больше было. Поэтому экономика... Экономика из-за расчета того, что было все вычтено и добавлено, скажем так. Это Сиберия. И сорт Юнка. Тоже канадская селекция. Здесь урожайность немножко пониже. Но дополнительно, да. Что инокулян, что сульфомофоз, что сульфомофоз кассом. Плюс 3 с небольшим центнером получили прибавку. Максимальный вариант по питанию удалось вытянуть почти 6 сантиметров с гектара. Сорт оказался высокопротеиновый. И неважно от того, что мы сюда даем, да, у нас получилось одинаковое значение по протеину. Но самый экономический выгодный у нас получился вариант с применением только одного инокулянта. Что я хотел сказать. Вот этими всеми схемами. Смотрите, 5 площадок, 5, скажем так, 5 опытов. 3 климатические зоны. Во всех зонах все работает по-разному. Все индивидуально рассчитывается. Либо можно сказать, что одного, вернее двух одинаковых сортов не бывает. Если, допустим, здесь гаверлор и композитор. Компания Лидея говорила, что они абсолютно одинаковые. На самом деле нет у нас одинаковых сортов. Они стояли рядом, но получились вот такие вот результаты. И из года в год эта ситуация может меняться кардинально. В этом году может получиться такая ситуация. В следующем году может варианты с удовольствием вообще никакой прибавки не дать. Потому что либо дождя не будет, влаги не будет, либо не будет температуры. Это тоже те факторы, которые у нас влияют на получение и урожая, и качество нашей с вами культуры. У меня все. Коллеги, представлюсь. Меня зовут Салвеев Андрей. Я представляю новое направление в компании Сингента. Биологические продукты и питание растений. И сегодня действительно мы поговорим на тему, как повысить белок сои. И вот Иван уже рассказал, на самом деле, наверное, один из ключевых факторов питания. Ну, собственно, начнем. Перед семинаром нам поступили несколько вопросов, которые я постарался объединить. Как вы видите, они достаточно разносторонние. Например, почему не на всех полях образовываются клубеньки? Как предотвратить абортацию цветков бобов? Как скорее вывести союз гербицидного стресса? Ну и про сам, собственно, протеин. На самом деле, все эти вопросы, казалось бы, разные, но их объединяет одно. Это контроль стресса. Так или иначе, стресс влияет на все физиологические активности в растении. И подробнее о факторах. Факторы, влияющие на содержание белка в сои, мы можем объединить некоторые такие группы. Первый фактор – это, конечно же, генетика самого сорта. Вы наверняка сегодня услышали на другой сессии о всевозможных сортах, гибридах. Это действительно очень важно. И, по сути дела, сделать аналогию. Это емкость того самого ведра, которым мы пытаемся набрать воды на ближайшей реке и донести до необходимой нам точки по стечению, получается, периода вегетации. Вот это та самая емкость, которая говорит о потенциале урожая. Но как мы несем, какие дороги, какие осадки, наше настроение, на самом деле, тоже влияет на тот самый объем воды, который мы донесем до конечной точки. Далее. Защита от болезней и контроль сорной растительности – тоже ключевой, на самом деле, фактор. Агротехнология в целом. Питание растений, которые достаточно подробно осветил Иван. Желание вырастить, то есть должна быть, в принципе, конъюнктура, экономическая эффективность. Ну и, конечно же, основной акцент я хотел бы сделать в своем выступлении на контроле абиотического стресса. Ну и что же такое стресс? На самом деле, если в двух словах, это ответная реакция культурного растения на негативное влияние окружающей среды. И, говоря по правде, не так давно люди начали задумываться о каких-то либо стрессах в отношении культурных растений. И вот даже при подготовке к семинару я пролистал книгу, которая была опубликована 20 лет назад по возделыванию сои. И там то, что мы сейчас называем абиотическими факторами, и те, по сути дела, факторы, которые мы можем нивелировать или минимизировать, называются, по сути дела, факторами, которые абсолютно мы никак не можем на них повлиять. То есть это погода, климат и так далее. На самом деле, можем. И я попытаюсь рассказать о том, как мы это можем сделать. Какие же признаки стресса в растениях мы видим? На самом деле, все эти признаки вы прекрасно знаете. Я просто обобщил для того, чтобы подытожить. В первую очередь, это, конечно же, остановка роста. Достаточно часто встречающаяся история, когда у нас растения, в данном случае сои, испытывают, например, температурный стресс. Вы прекрасно видите, что оно замирает в своем развитии. Также может происходить изменение окраски. С зеленого на любой цвет, желтый, коричневый, красный. Тоже достаточно часто встречающийся фактор. Деформация. Тоже наверняка вы видели скрученные бобы, стручки, листья. Особенно на генеративных органах часто встречается деформация. Также опережение по фазам развития. Тоже достаточно часто встречающаяся история. Особенно, ну, наверное, аллегория такая, что каждый, наверное, живущий организм на планете пытается как можно быстрее прекратить стресс и, соответственно, оставить какое-то потомство после себя. Что, в свою очередь, приводит к экономию на генеративных органах. Таким образом, мы непосредственно получаем низкий урожай или низкий протеин, о чем мы сегодня говорим. Более подробно стресс и его влияние на растения. В первую очередь, растения, сои, непосредственно получают стресс от сильной инсоляции. Что, в свою очередь, повышает температуру воздуха окружающей среды. Что, в свою очередь, приводит к дефициту воды или засухи. Что непосредственно влияет на засоление почвы. Или же, наоборот, низкотемпературный стресс. Плюс ко всему, загрязнение воздуха и внесение средств защиты растений. Кстати говоря, растения сои очень чувствительны как раз к кирпицидному стрессу. Или же механическое повреждение. Будь то ветровая эрозия, или же воздействие каких-то вредных объектов. Далее, я постарался выделить специфический именно стресс для сои. А именно, отсутствие клубеньков как таковых. Что, в принципе, как раз говорит о том, что растения находятся в стрессовом состоянии. И не способны к симбиотической активности. Но тут тоже приходит простая аллегория. Когда нам плохо, мы плохо себя чувствуем, мы не зовем в гости друзей. Просто мы не в состоянии, наверное, должным образом принять дорогого нам человека. Это очень похоже на ту же самую симбиотическую активность с клубеньковыми бактериями. Этилен. Тут на самом деле я хотел бы сделать акцент. Это очень специфичный гормон, который как раз отвечает за гормон старения. И он влияет, особенно его критические уровни влияют на абортацию цветков и бобов. Это очень специфично как раз для растения сои. И все это так или иначе, конечно же, снижает содержание протеина на физиологическом уровне. Как я говорил ранее, тот самый этилен на самом деле уже начинает вырабатываться, если колебания температуры воздуха за сутки достигает более чем 10 градусов Цельсия. Как видите, соя действительно очень теплолюбивая культура. И оптимальное значение ее произрастания находится примерно в 20 градусах Цельсия. Это очень опасно достижение таких уровней, критических уровней этилена, поскольку, как я говорил ранее, приводит к абортации цветков, бобов и снижению урожайности как таковой. Иван достаточно подробно рассказал о том, насколько соя требовательна по основным макро- и микроэлементам. И также я хочу отметить, что соя действительно является одной из самых, наверное, сложных с точки зрения физиологии, биохимии, культурных растений. На сегодняшний день существует большое количество решений. В первую очередь это применение эти стрессовых препаратов на основе аминокислотных комплексов, особенно в критические фазы развития растений, а именно закладки генеративных органов. Также я хочу отметить, что отсутствие видимого стресса не является, не говорит о том, что его вообще нет, не говорит об его отсутствии. То есть, если мы не видим потери тургора или изменения цвета, тот же самый этилен, который может накапливаться и негативно в итоге повлиять на наш урожай, он будет. Мы это не видим, стресс так или иначе есть. Также применение оригинальных стресс защиты растений с минимальным фитотоксичным действием на культурные растения плюс контроль патогенов может нам помочь сэкономить тот самый ресурс, который растения тратят как раз на борьбу с патогенностью или фитотоксичностью. Своевременные листовые подкормки, особенно в критические фазы, либо когда растение находится в стрессе, поскольку листовые подкормки нам необходимы тогда, когда отсутствует корневое питание, либо оно замедлено, и происходит так называемое листовое разбавление, когда происходит активная фаза роста растения, и нам локально необходимо внести те или иные макро- или микроэлементы. Повторюсь, точнее сказал это уже Иван, что листовые подкормки никогда не заменят нам основного питания. Они направлены только на поддержание культуры как раз в критические фазы развития растений. Использование программ прогнозирования абиотического стресса. Сингента достаточно серьёзно продвинулась, я чуть попозже об этом расскажу. У нас есть интересное решение о том, как минимизировать тот самый риск абиотических стрессов, а именно погодных. Нивелирование гербицидного стресса позволяет увеличить физиологический период вегетации, вплоть от 7 до 10 дней. Действительно, когда мы применяем гербицид, растение соя замирает, и практически на 2 недели у него отсутствует активная вегетация. Тогда как применение антистрессовых препаратов, в данном случае квантиса, мы рекомендуем квантис на сою, позволяет нам сократить этот период с 2 недель, например, до недели. То есть неделя, у нас дополнительная вегетация, что положительным образом влияет на качество и количество урожая. Ну и современные антистрессовые комплексы на самом деле позволяют даже вытянуть культуру при, скажем так, технологических ошибках. Вот в предыдущей группе был случай, мы его обсудили. Человек, да, действительно, случилась технологическая ошибка, применяя квантис, он получил хороший достойный урожай с хорошим протеином. На вашем экране сейчас находится наша предлагаемая схема применения квантиса, также линейки плантофолы, что является как раз листовыми подкормками, и применение молибиона, который направлен как раз на решение проблемы дефицита молибдена. Как я говорил ранее, критические фазы. На сегодняшний день мы выделили для себя такие 4 основные критические фазы. Они находятся здесь, наверное, недостаточно хорошо видно, поэтому продублирую. Формирование вторичной корневой системы в начале, закладка бобов в середине вегетации, начало цветения, температурный режим, как раз это очень важно для сои. И начало-середина налива, это влияние как раз на количественный и качественный показатель. Если мы можем сказать, что находясь здесь в Институте защиты семян, мы можем минимизировать свои риски, применяя решение сингенты в первых двух, например, критических фазах, то основное влияние в оставшихся двух критических фазах мы можем решить, как раз применяя наши антистрессовые препараты квантис. Как я говорил, урожайность сои очень чувствительна к засухе между началом фазы бобообразования и началом формирования семян. И квантис нам очень помогает в этом, поскольку квантис содержит не только аминокислотный комплекс, необходимый как раз растению, но в том числе и макро-микроэлементы, то есть получается два в одном. И немного об опытах. Действия квантиса. В данном случае это Пензенская область. Стресс был погодный, а именно температурный. Засуха, очень высокая температура. И применение квантиса в дозировке 1 литр на гектар. Тут на самом деле хорошая картинка, но засвечивается немножко. Поясню. Здесь действительно растения выглядят более живыми. Нет никакого жёлтого цвета, нет изменения цвета, нет дополнительного такого фактора стресса. И в результате чего мы получили прибавку урожайности 2,2 сантиметра. Далее. Тот самый гербицидный стресс, о котором я говорил. Также здесь на фотографиях показано, что применяя квантис через 3 дня после обработки гербицида, мы получаем значительное снижение фитотоксичности, что позволяет нам как раз продлить вегетацию растений, о чём я уже говорил. Далее. Применение квантис позволяет нам увеличить урожайность сои как таковой. И, о чём я говорил ранее тоже, применение квантис способствует сохранению клубеньков. Здесь был гербицидный стресс. На левом растении мы видим большое количество клубеньков. На правом растении нет клубеньков от слова совсем. Ещё одна наглядная фотография применения квантиса способствует увеличению урожайности в целом. Далее. Линейка листовых подкормок Плантофол. Об этом я уже немножечко сказал. Мы рекомендуем их применять в критические фазы, для того, чтобы минимизировать как раз потребность растения в основных макро- и микроэлементах и дать толчок для как раз закладки генеративных органов. Малибион позволяет нам решить вопросы, связанные с дефицитом молибдена, что, в свою очередь, помогает симбиотической активности клубеньковых бактерий. И далее, о чём я хотел сказать и сделать акцент. У нас есть интересное решение. Если до этого мы говорили о сохранении урожайности и о сохранении потенциала, скажем так, протеина в бобах, то Елдон, это наш новый препарат, биостимулятор, что переводится как «ключи урожайность», нам позволяет повысить содержание протеина в бобах за счёт улучшения клеточного метаболизма, деления и размножения клеток и более активной транспортировки сахаров. Таким образом, мы можем повлиять, уже не сохранив какой-то потенциал урожайности или потенциал образования протеина в бобах, а повлиять непосредственно на его образование. К сожалению, Елдон не зарегистрирован на сою, он находится на стадии расширения регистрации, он зарегистрирован на зерновых и подсолнечнике, поэтому результаты я озвучу именно опираясь на мировой опыт. На сегодняшний день у нас есть интересные данные по мировому опыту в Бразилии. Нам удалось повысить содержание протеина на 1% в стадию применения Елдона до бутонизации, и также нам удалось повысить на более чем на 2% в стадию начала созревания бобов. Таким образом, ещё разок повторюсь, мы можем увеличить протеин в бобах, применяя некоторые технологии. И заключительный слайд, о чём я уже говорил. В компании Сингента, вы знаете, есть целый отдел, называющийся Крупвайс, и этот сервис помогает нам мониторить прогноз погоды на 5 и 7 дней вперёд по каждому полю на превышение пороговых значений по температурам, осадкам, изменению температуры в данном случае. И для сои, как я говорил, это очень важно, подготовить растение заранее к стрессовому фактору, запустить защитные механизмы. Например, для сои холодовой стресс, сюда соя входит, засуха, соя входит и затопление, также соя сюда входит. Соответственно, применяя это прогнозирование, предупреждён, значит вооружён, подготавливаем растение, минимизируем тот самый риск. Да, коллеги, добрый день. Меня зовут Николай Кощук. Я отвечаю за моделирование и аналитику в компании Агротера. И сегодня хочу рассказать вам про наш опыт анализа предыдущего сезона и выявление тех факторов, которые повлияли на протеинсой. Давайте сначала коротко расскажу про саму компанию. Агротера – это растеневодческая компания, у нас 200 тысяч гектар в Центральном Чернозимье. Мы производим товарную продукцию, а также производим, продаём семена сои, семена пшеницы, гибриды подсолнечника и кукуруза. Мы верим в цифровизацию и стараемся принимать решения на основании цифр. Собственно, вот об этом сейчас я и хотел бы вам рассказать. Давайте для начала немного расскажу вообще о том, какую задачу мы решаем и какая у нас методика. Это будет важно, чтобы понять, правильнее прочитать результаты анализа. Смотрите, по окончанию сезона часто встаёт такой вопрос. А что мы сделали не очень хорошо и что могли бы лучше в следующем году? И мы понимаем, что если мы зададим этот вопрос пяти агрономам, то это будет действовать разных мнений. А если спросить любого нормального производственника, то ответ будет, что виновата погода и нужно купить новый трактор. Собственно, и селку, да, селку и комбайн. А лучше две, конечно. И это на самом деле нормально, потому что ни один человек не может обработать то огромное количество факторов, которое влияет на урожайность, на качество продукции. Это просто невозможно. И поэтому мы решили обработать все факторы с помощью компьютерной модели и посмотреть, как они влияют на, в данном случае, содержание протеина. Ещё я отмечу сразу, что мы здесь не претендуем ни в коем случае на выявление каких-то фундаментальных зависимостей. Мы решаем чисто прикладную задачу, где конкретно мы в прошлом году потеряли деньги. Вот это тот вопрос, на который мы пытаемся ответить. Давайте перейдём дальше. Сейчас ещё немножко расскажу про методику. С чего у нас всё начинается? Мы собираем большой датасет. Это реальные данные, пример, за предыдущий сезон. То есть мы смотрим, что у нас было в сезоне, который уже прошёл. Давайте посмотрим, как он у нас выглядит. У нас по вертикали указаны поля, по горизонтали указаны факторы. Например, вот поле номер один. Оно расположено в Тульской области. У него площадь 44 гектара, кислота 4,9. Там были высеяны семена с частотой 98,4 и так далее. На самом деле, вот конкретно в этом анализе мы использовали 70 факторов. То есть они туда вправо дальше уходят. И мы проводили анализ на 300 полей, где у нас росла соя. То есть вниз ещё 300 полей идёт. Дальше мы... Что мы с этим делаем? Мы берём всю эту огромную таблицу и загружаем её в модель, которую мы разработали. Это модель машинного обучения. Ну или то, что ещё в простонародье называется искусственным интеллектом. Мы также в эту же модель загружаем фактическое содержание протеина с каждого из этих полей. Что у нас в итоге получается? Вот давайте посмотрим ещё раз на поле номер 1. Мы говорим, что поле номер 1 у него были вот такие-то параметры и было там 33% протеина. А поле номер 2 у него были вот такие параметры и было 34% протеина. После этого просим модель найти какие-то зависимости, корреляции, ещё что-то, и научиться на основании вот этой обучающей выборки предсказывать содержание протеина. Что после этого мы можем делать? Давайте опять же. Первое поле. Мы сказали, что вот у него сейчас фактическое содержание было 33%. Мы говорим модели, а что если бы кислотность у него была не 4,9, а 7, например? Модель считает и говорит, ну тогда у него содержание протеина было бы 33,7. Говорим, хорошо, а давай кислотность составим такую же, а что если бы мы не сделали там выравнивание? Она говорит, ну тогда было бы 32,9. То есть мы получаем инструмент для проведения численных экспериментов. И можем провести какое угодно количество, потому что нам это ничего не стоит. Вот в данном случае, в анализе, который я вам сейчас покажу, там мы проводили больше 100 тысяч расчётов. Мы их провели, поиграли со всеми факторами, потом их обработали статистически, свернули и получили следующие результаты. Вот это вот первый фактор, который у нас оказался, это влияние кислотности почвы на содержание протеина. Сразу скажу, что у нас все факторы идут в порядке убывания их экономической значимости для конкретной нашей компании. Давайте посмотрим, как его читать. Вот сейчас смотрим на верхнюю часть. Здесь по вертикали отложено содержание протеина. Здесь причём протеин у нас это сырой, не сухое вещество, а сырой протеин. По горизонтали идёт кислотность почвы, значение pH. Предсказуемо совершенно, при увеличении кислотности повышается содержание протеина, потому что больше азота, соответственно, растение, больше возможности нарастить протеин. Смотрим ещё на нижний график. Тут показаны площади наших полей, соответствующие каждому содержанию протеина, каждому значению pH. Отсюда, например, видно, что практически больше 50% наших полей имеют pH 5. То есть у нас очень кислые почвы, и, собственно, этим объясняется то, что у нас фактор кислотности оказал прямо такое значительное влияние. Какая практическая польза может быть этого графика? Какое, собственно, решение проблемы, очевидно? Давайте насыпем доломита, и у нас почва раскисляться, и всё будет хорошо. Как этот график нам помогает? Например, мы хотим вот эти вот 50% полей перевести с пятёрки pH на семёрку, да? Что у нас по нашим расчётам здесь произойдёт? Среднее содержание протеина вырастет с 33,6 до 34,4, да? Соответственно, мы можем пойти к департаменту продаж и спросить, ребят, а сколько мы заработали дополнительных денег на этом протеине? И они говорят, не знаю, 50 миллионов. Дальше мы можем пойти к производству и попросить их оценить, сколько будет стоить раскислить эти поля. И они, например, говорят 30 миллионов. Таким образом, мы видим, что эта операция себя окупает, да? Конечно, в реальности анализ более сложный, да? Мы смотрим на то, как раскисление влияет на урожайность, что смотрим эффект на несколько лет вперёд, отложенный эффект, и так далее, и так далее. Но я думаю, что общая концепция понятна. Давайте пойдём дальше. Второй фактор, который у нас повлиял, это количество дней с температурой выше 30 градусов в фазу налево-бобов. Да, тут тоже всё логично. В фазу налево-бобов в России нужен свет, поэтому чем больше света, тем лучше, да? Погода, на неё мы повлиять не можем. Дальше третий фактор, это фактор региона. Здесь мы видим, что у нас в Курске, в Липецке всё лучше, чем, например, в Тульской области. В нашем случае регион — это такой комплексный почвенно-климатический фактор, который мы не смогли выделить из-за каких-то других факторов, которые мы заложили в модель. Тут повлиять на него будет, наверное, тяжело. Единственное, что можно, наверное, опробовать в структуре, упрощенной площади, перераспределить культуру между регионами. Дальше начинается более интересная вещь. Это влияние сорта на содержание протеина. Мы здесь видим, что у нас Лидер и Фавор показали себя хорошо, Аурлина показала себя тоже неплохо, а вот эти два сорта оказались аутсайдерами. Собственно, почему они называются Сорт 1 и Сорт 2? Потому что после этого мы, естественно, их вывели из своего портфеля и больше их не предлагаем на рынке уже. Ещё обратил бы ваше внимание, что здесь у нас Фавор РС1 оказался хуже, чем РС2. Почему? Потому что у Фавора здесь всего 0,15% полей, соответственно, модель не смогла нормально этому обучиться, и это так называемый выброс модели. Такое происходит, когда данных либо недостаточно, либо они не очень качественные. И это такой, мне кажется, важный пример, потому что, когда мы делаем эти анализы, то у нас периодически появляются какие-то результаты, которые не бьются с агрономической логикой. Тогда что мы делаем? Мы садимся с агрономами, залезаем в ту большую таблицу, которую он показал, начинаем копаться в данных, и, как правило, выясняется что-то довольно интересное. Либо у вас проблемы с данными, либо кто-то что-то хитрое сделал, и всегда интересна живая дискуссия, которая действительно помогает найти какие-то проблемы. Давайте пойдём дальше. Количество высадков в июле тоже всё предсказуемо, что оно положительно влияет на протеин сделать, к сожалению, ничего не можем. Гомус, тоже, чем больше гумуса, тем больше азота, влиять на него тяжело будет. Вот это, опять же, технологический фактор. Собственно, почему показываем все эти факторы, на которые мы не можем повлиять? Потому что это то, что у нас было в топе. Это то, что реально, из-за чего мы потеряли больше денег, независимо от того, можем что сделать с этим или нет. Так вот, количество дней между сивом и ерпицидной обработкой против двудольных. Понимаем, что чем позже мы обработали, тем больше вырезано сорняков, которые начинают обмотать наше растение. Что мы с этим можем сделать? Во-первых, можно, наверное, взять вот эти вот поля, пойти к агрономам, которые ими занимались, и узнать, как у них обстоят дела и что они собираются сделать в следующем году, чтобы улучшить ситуацию. Второй вариант, это то, что мы делали, на самом деле, в прошлом году. Мы провели такой анализ по всем культурам. И вот тут график у нас, например, линейный, а где-то он был вот такой ломаный. И мы просто взяли вот эту точку перелома и поставили в качестве KPI агрономам, сказали, ребят, давайте-ка мы постараемся все успеть до этого периода. И потом настроили систему мониторинга, настроили отчетность, активно общались с ними на агрештабах и стало все, по крайней мере, в этом году получше. Вопрос, это наша работа или это погода. Конечно, он открытый, но факт остается фактом, стало лучше. Посмотрим, что будет в следующем году. Следующий фактор прикатывание пассивов. Понимаем, что прикатывание пассивов это хорошо, мы заделываем семена, соответственно, они раньше прорастают. Здесь, опять же, что можно сделать? Можно посмотреть разницу в протеине и оценить экономическую значимость, экономическую целесообразность, не знаю, покупки еще одного прикатывателя. Последний фактор, который я хотел показать, это орудие для основной обработки. здесь, ну, видим, опять же, логично, что вспашка лучше, чем культивация, лучше, чем борнование, но тут, наверное, можно посмотреть на вот разные бороны, как они между собой стыкуются и принять какие-то решения о том, какую технику мы хотим покупать в будущем. Собственно, вот этот тот анализ, который компания Агротера делает уже три года, мы его в конце сезона обсуждаем с агрономами, на основании него принимаются конкретные управленческие решения, которые позволяют нам в следующем году улучшать наши результаты. Сейчас мы предлагаем это как какую-то услугу на рынке, потому что нам, во-первых, интересно набрать побольше данных, понимаем, что чем больше моделей данных, тем лучше нам выявляют зависимости и точнее их предсказывает. Второе, потому что хочется услышать какую-то критику со стороны, пообщаться с агрономами, которые видят это в первый раз, всегда такая интересная живая дискуссия получается. И третье, конечно, хочется начать монетизировать цифровой продукт на рынке. Вот, коллеги, у меня все. Спасибо большое. Всем хорошего дня.